Музыка Я никогда не задумывался над выбором профессии, потому что я просто рисовал, рисовал и рисовал все детство. И мне было легко, мне было спокойно. Я не мучился, даже тогда, когда я не поступил один раз, два раза, там, три, я только четвертый раз поступил в художественное учебное заведение. Но меня это абсолютно не мучило, потому что я знал, что рано или поздно поступлю все равно. Музыка Я в детстве, вот когда мне было 5, 6, 7 лет, я очень сильно заикался. Поэтому мне было некомфортно гулять с друзьями, там. Мне было более уютно одному быть. Музыка Мне повезло даже, что я привык быть один, и мне одному не скучно. А в нашей профессии человеку необходимо быть одному. Человек рождается один и уходит из жизни один. Так вот художники, они и рождаются, и живут всю жизнь одинокие, и уходят из жизни одинокие. Ну это я так считаю, может ошибаюсь. Музыка Помню ребенком лет 7-8, я один ходил лет за грибами. Чуть постарше, когда был, мог там даже на ночь лесу оставаться. Или мог пойти там, уже лет, когда было там 13, я мог пойти и писать этюды. Допустим, 2 часа ночи вставать и идти в полной темноте, чтобы поймать именно туман. На берегу реки сидишь, темно, и только-только начинает вот светать, туман. Вот эти воспоминания, они самые-самые лучшие, наверное, самые красивые с моего детства. То есть мне не было скучно одному. Это необходимое условие для художника, для любого человека творческого. Ну композитора, для писателя. Почему я пишу пейзаж? Мне, наверное, ближе. Я поначалу очень много писал натюрмортов, портретов. Также композиции писал там с нескольких фигур. Но потом почувствовал, что это не мое. Пейзаж для меня, это такой сложный жанр. Чем больше я занимаюсь, тем больше я понимаю, что надо много-много еще работать, чтобы что-то, что-то чуть-чуть в этой области сделать. Я, в принципе, вообще ничего на заказ никогда не делал. Даже в советские времена, когда все художники работали на заказ, тогда рынка искусства вообще не было. Тогда художники могли, ну только выполняли картины на заказ. Только так можно было заработать деньги. Я тогда на заказ ничего не делал. Ну а сейчас, тем более. Когда делаешь работу на заказ, чувствуешь себя как в клетке. Когда пишешь работу новую, какие-то новые ставишь задачи, там обязательно есть страдания, мучения, переживания. Вот эти по 10 раз перекрашиваешь одно и то же, там, допустим, небо, там можно и 20 раз перекрасить, пока добиться того цвета, который нужно. Это обязательно будет видно в работе. В этом есть, наверное, ценность искусства. Переживания, мучения, страдания художника. Туда они выливаются на холст. Продолжение следует... Он вырос в небольшом городе Борисове. Он любил с детства еще эти прогулки, смотрел на природу, наблюдал, созерцал. Ему нравились вот эти вот всегда, вот эти переходные состояния природы. Вот можно посмотреть, что у него в работах очень часто именно есть такое состояние перехода, когда самая там ранняя весна, когда нет такой еще зелени, когда только ранняя зима, первый снег, есть такие работы. Ему нравится вот состояние, когда природа, она начинает оживать, когда что-то происходит. Также есть работы, когда начало, самое дня, закат, рассвет. Вот эти вот переходные состояния, когда ты видишь, что кругом природа, что она живая, что она живет, что что-то в ней происходит. Вот, возможно, его это привлекает, привлекало всю жизнь. Он это наблюдал, он с этим экспериментировал. Делал большие работы, которые достаточно реалистичные, но он иногда их насыщал каким-то своим состоянием. Главенствующей линией в его работах, очень часто он обращается к этому, это мотив дороги. Дорога может быть разная у него, там, как за поворотом, то есть уходящая куда-то в сторону, в лесу и так далее. То есть вот этот мотив дороги, он преследует его во всем творчестве. Выражение вот этого мотива очень важно, потому что это как бы путь, путь куда-то, путь в его творчестве. Он чаще всего вот такой неведомый, то есть неизвестно, куда ведет эта дорога. У него она всегда либо сворачивает куда-то, либо уходит в никуда, в бесконечность какую-то. То есть это тот путь, который нам надо пройти, к которому мы идем, и неизвестно, где он оканчивается, и где нас ждет какой-то поворот необычный в судьбе. Стременность фарбов, графичность, это и есть стан нашей природы, фактически. Стан нашего белорусского пейзажа. Почему его мало солнца в его пейзажах, в его краевидах? Потому что наша природа в основном, и она вот такая и есть. И он это добро отчувает, и знайшов себе именно в таких вот сюжетах, нато тонких, деликатных. Я считаю, что серьезное произведение искусства, не важно, пейзаж это, например, мастер-мот, или картина многофигурная, она никогда не должна сразу раскрываться перед зрителем. Она постепенно, постепенно, потихоньку, медленно, медленно должна раскрывать свои качества, свою глубину. И когда мне стали говорить, так это же у вас своя манера, свой стиль, такой как бы вот, ну, узнаваемый. Я страшно поразился. Как это? Что? Я же никогда над этим не думал. Никогда не ставил такой задачи. Никогда не изобретал ни своей манеры, ни свой стиль, ничего. Свою технику, письма. Это все как-то само собой. Оно не может быть придумано искусственно. Оно может быть только естественно. Оно в душе. Или есть, или нет. Это очень важно, почувствовать свой пейзаж. То, что близко вот тебе, художнику. Ну, всегда, когда смотришь на картину любого художника, самое главное, чтобы было видно, о чем художник думал. И вообще думал ли. Художник, наверное, только тогда состоится, если он больше внимания обращает на природу, на себя в этой природе, нежели на других художников. Если он пишет какую-то большую, серьезную работу, во-первых, это всегда множество эскизов, он в нее полностью погружается, его, конечно, не слышно, не видно, он думает только о работе, он думает, как ее улучшить. И, конечно, его лучше тогда не трогать, не дергать, чтобы то, что он себе замыслил, чтобы оно вылилось во что-то большее, что он хотел бы изобразить. Бывает, хочется работать в полной тишине. Когда работа сложная, очень идет трудно, только надо в полной тишине. Ну, правильно говорят, что самый лучший гость в мастерской художника – это тишина. Что наиболее притягивает – это вот эта его тонкость и отчувание белорусского краевиду, белорусского пейзажа, белорусской земли. Это не каждому дадено, а он это отчувает и доносит до глядача с засобливым мастерством, тонкостью и почуттем. Я так лечу. Если мы внимательно посмотрим на картину вблизи, то там видим, можно говорить, о каком-то и постимпрессионизме, и пантелизме, и чем угодно. Но это все именно его манера живописи, которая и составляет его сущность. В каждом есть настроение, вот то, что привлекает человека. Потому что мы можем видеть там очень красочные пейзажи, а он намеренно ограничивает себя вот в этой колористической гамме, но достигает предельной выразительности. Вот это важно для нас, для зрителей, потому что немножко грустное и задумчивое настроение все-таки не покидает зрителя, когда он смотрит на его картины. Нельзя искусственно быть индивидуальностью, или, как по-белорусски сказать, особой в искусстве. Нельзя. Это только само может прийти. Ну, конечно, труд, труд и труд. Уникальность, напевно, захована у этой особи, у его выховании, у его становления к мастака, в уголе, у человека. Свои относимы до людей, до земли, на какой живее. Вне творчества мой отец, он очень любящий, очень заботливый человек. Когда было открытие его галереи в Борисове, и он говорил речь, мне она очень сильно запомнилась, она была очень короткая. Он поблагодарил всех, кто содействовал тому, чтобы открылась эта галерея. И самую большую благодарность он высказал своим, как бы, уже покойным родителям. Он сказал такие слова. Спасибо моим родителям за то, что подарили мне сердце, способное любить людей. И я всегда за ним наблюдаю. Мне кажется, то, что он на самом деле любит людей. Ему не жалко своего труда. То есть одно из самых лучших его качеств это то, что он не жалеет своего труда ради других. Мои картины постоянно выставлены здесь. Люди приходят каждый день, смотрят. Здесь очень много экскурсий бывает. Здесь в соседнем доме работал мой отец. Его давно уже нет. Я думаю, ему было бы приятно, что сын картины галереи находится в самом центре города Борисова. Я считаю, что это огромный подарок городу, потому что здесь не только жители города знакомятся, гости, но и очень важно, что дети, школа. Сейчас, когда были попытки из школы изгнать изобразительное искусство и художественную культуру, все-таки наша присчастность к искусству должна быть с детства, воспитанность. Иначе вот среда очерствляется наша. Субтитры создавал DimaTorzok Любой успех, и коммерчески в том числе, для художника важен, как бы он должен придавать силы художнику. Он должен придавать уверенность в том, что он правильно делает. Но коммерческий успех – это может быть совершенно и ложное. Может быть, картины очень успешные коммерческие, но они абсолютно неинтересны. Главное, чтобы художник не ставил задачу быть коммерчески успешным. Тогда лучше уже идти заниматься другим делом каким-нибудь. Так получилось, что у меня очень-очень много было выставок за рубежом. Может быть, и не надо было столько ездить. Но сейчас, я думаю, наверное, не надо было. Но тогда я помоложе был. Мне не так даже было интересно выставить там свои работы, как мы же одновременно ходим по всем музеям и смотрим. То есть это такая как бы двойная польза. Изображать снег – это как бы проверка мастерства художника, потому что дать ощущение снега в разных его состояниях – талого, морозного и так далее – это очень трудная задача. Это как бы камертон для художника – белое. Белое – это самое трудное, что можно изобрать белое на белом и так далее. Вот эти его многочисленные пробы воды и снега, воды и берега обрывистого – это тоже важные вещи. Мы вдруг ощущаем многоцветье вот каждого полотна по той причине, что мы мысленно как бы добираем вот, может, необходимые цвета, которые у нас к мозгу всплывают. Потому что у каждого человека есть свое впечатление, своя память, своя встреча вот с тем или иным пейзажем. А пейзажи эти, они сотни раз виденные нами. Но мы не обращали на них внимания. И вдруг он дает нам возможность увидеть их в совершенно ином качестве. Самое важное в искусстве, наверное, искренность. Может быть, искусство более профессиональное, менее профессиональное. Работы могут быть и наивные, примитивные, самодеятельные или глубоко профессиональные. Но если нет искренности, нет ничего. Все остальное – бессмысленно. Искренность – такая категория, которая, ее нельзя искусственно придумать, сделать. Либо есть, либо нет. Если что-то сделано руками, это труд рабочего. Если сделано руками и головой, это делал мастер. Но если это делалось руками, головой и сердцем, то это художник. А как это сделать? Это… Тут никаких правил нет. Никаких законов нет. Никто никогда не знает, что получится. Может, получится совершенно неинтересная вещь, а может, получится шикарная картина. Шедевр. Никаких нет правил, никаких нет законов, по которым это строится. Из всех белорусских художников меня больше всего поразили работы Белницкой Берули. Даже когда я был еще так молодой, я приезжал часто в МИД, сходил в музей, видел его работы. Я уже тогда почувствовал, что это настоящий белорусский, наверное, гений. Никто, как Белорусский Берули, не показал душу белорусского народа через пейзаж. Вот вся душа, весь характер белорусов, вот именно в картинах Белорусской Берули. Я очень люблю американского художника Эндрю Вайта. Это вообще феномен. Это настолько необычный для 20 века художник. И настолько он сильно повлиял на все искусство 20 века. Я не знаю, кто еще больше оказал влияние. Я всегда прислушивалась к его мнению. То есть он мне какие-то задал ориентиры, и я смотрела в детстве, как он работает. Я видела то, что он счастлив в своей профессии. И, наверное, наблюдая за ним, я поэтому тоже решила избрать такую же профессию. Я тоже решила стать художником. Художники поделяются на два типа. Одни обладают картинным мышлением, другие обладают этюдным мышлением. То есть сиюминутным выражением своего «я», своего отношения к природе или к чему-либо. А другие все-таки ищут нечто синтетическое, способное выразить мысль. Вот это картинное мышление и есть у Валерия Шкаруба, который делает очень долго картину, идет к ней. Это пробы сначала в небольшом формате, в большем-большем. И находит оптимальный момент размера, который именно воздействует на зрителя. И находит ту композицию, которая отвечает его запросам. Самое важное в жизни – быть просто честным художником. Наверное, как-то некрасиво звучит, да? Ну, не знаю, вот оно как-то непонятно. Честный художник, а как это? А вот я не могу другое слово подобрать. Честным – это значит искренне делать то, что ты можешь, то, что тебе написано на роду. Честно выполнять свою работу. Вот это самое важное – не поддаваться ни на какие искушения. Это самое трудное. Этих художников очень много искушений. Потому что кто-то тянется за большими деньгами, кто-то тянется за большой славой. Прямо из кожи вон дождь. Вот не поддаться этому, а просто честно работать – вот это, наверное, самое важное. Субтитры создавал DimaTorzok